Неожиданность, закон жанра. Неожиданность, как закон жанра. Вот можете себе записать. Просто говорят, что если есть название, и оно запоминающееся, так лучше запомнить предмет, о чем мы будем говорить. Вот. И первое место Писания, давайте откроем Библию, это книга Экклезиаста, 9 глава. И кто из вас помнит, о чем пастор проповедовал последние три недели? Про мечту, а еще поподробнее. Да, она называлась у него тема «Иллюзия пассивного оптимизма». Вот, про пассивный оптимизм. Ну, вы, наверное, запомнили все, да, что такое пассивный оптимизм. Оптимизм – это то, что оптимистично, это то, что по вере кажется, что все будет хорошо, но ловушка кроется в том, что если ты пассивен при этом, то никакой пользы от этого не будет. От твоей веры, от твоих мечтаний, от твоего оптимизма, да? Вот. И я думаю, что то, о чем мы сегодня будем говорить, оно касается именно этого. Вот. Давайте прочтем то, что написано в 9 главе Экклезиаста с 11 стиха. Эти слова принадлежат Соломону. Соломону – известной довольно-таки личности не только в среде верующих или христиан или евреев. Это личность известная в мировой истории, как самый мудрый и как один из самых богатейших. А вообще, в принципе, самый богатый человек на земле за всю историю существования. По-моему, это уже доказано. Итак, Экклезиаст говорит здесь. 11 стих. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Давайте внимательно рассмотрим, о чем здесь говорит Соломон. Он говорит, что «я обратился и наблюдал такую вещь, и заметил, что не храбрым достается бег, ну или победа, ой, не проворным, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не разумных богатств и не искусным благорасположение». Интересную вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вот всех этих людей, которых перечислил Соломон, как можно объединить, в какую одну категорию? Что это за люди? Или вот то, чем он их охарактеризовал, как оно их объединяет? Смотрите. Проворный, храбрый, мудрый, разумный, искусный. Что это такое? Успешный, харизматичный, положительный. А еще варианты есть? Как? Талантливый. А еще какие варианты есть? Смотрите, ответьте мне на такой вопрос. Проворным рождаются? Храбрым рождаются? Искусным рождаются? Или мудрым? Нет, да? Как можно объединить эти все понятия? Скорее всего, храбрость приобретается. Она не рождается в один день. Проворство. Это тоже, ну, не дар какой-то такой вот, который свалился на человека, он проворный. Искусным быть, чтобы стать искусным в каком-то деле. Как вы думаете, сколько нужно времени? Много, да? То есть, эти все люди, если вы заметите, можно и характеризовать такой вещью. Это люди, которые трудились над собой, над своим жанром, я не знаю, над своей стезей, которую они выбрали, над своей профессией. Согласны? Смотрите, давайте объединим, чтобы лучше понять, о чем здесь говорит Соломон, давайте объединим всех этих людей, которых он привел в пример и подвел под одну черту, под одну характеристику. Это люди, не шланги, можно так сказать, не ленивые люди. Это люди, которые никогда не сидели на месте. Это люди, у которых была цель, мечта, возможно, которые добивались и которые шли к этой мечте. Согласны? Да? Вот. И однако Соломон говорит, что ни тому, ни другому, ни третьему, ни четвертому, ни пятому не всегда достается то, ради чего он столько терпел и столько старался. Так говорит Библия? Так. И смотрите, еще давайте такое сделаем заключение. Раз эти люди стали храбрыми, проворными, искусными, мудрыми, и мы поняли, что они для этого старались, то это то, что зависело от них. они сделали то, что от них зависело. Согласны? Да. Но Соломон здесь говорит во второй части стиха, что не досталось им потому, что от них зависело. Но еще есть некоторые условия. Он сказал, что но время и случай для всех их. Что такое время и что такое случай? время от кого зависит или от чего зависит? От Бога. Вы согласны? Да. Если в первой части стиха он говорит про людей и говорит о том, что они молодцы, они красавцы, потому что они сделали то, что зависит от них. Да? Во второй части стиха он говорит, но есть еще что-то, что не зависит от человека. Но время есть и случай. и это то, что зависит от Бога. Согласны? Потому что Бог создал время. Пастор много раз нам об этом проповедовал и говорил такую вещь, что интересно, что сам Бог существует вне времени. Он вечный. Он бесконечный. Нам трудно это понять, но тем не менее это факт. Это так. Но он и ему принадлежит идея создания времени. для чего-то Бог создал время. И мы знаем, что время Он создал для нас. Мы заключены в рамке времени. И смотрите, что здесь говорит Соломон. Я наблюдал это. И я заметил, что человек делает много усилий. И это еще не факт, что все, что в его жизни он сделал, обернется вот прям тем результатом, на который он надеялся. Но есть еще вещь, которая от человека не зависит, но зависит напрямую от Бога. Это время и случай. И трудно, заметьте, согласитесь, трудно не согласиться с его выводом. Есть очень много пастор нам приводил примеры, когда проповедовал эти последние темы про мечту. Он проповедовал нам как раз о том, если вы заметите, что нужно быть проворным в своем деле, нужно становиться храбрым, потому что если у тебя есть мечта, если ты хочешь выиграть какой-то бег, достичь какую-то победу, стать богатым, ты должен стараться, ты должен исследовать, что для этого нужно и стать в этом деле. И это и есть противопоставление пассивному оптимизму, просто пустой надежде на то, что это когда-то исполнится. так интересно, в этом стихе мы видим, что пассивный оптимизм это просто люди, которые надеются на время и на случай, просто надеются на Бога, но хотя от этого очень много зависит, но даже если ты будешь очень хорошим в своем деле, ты будешь проворным, ты будешь храбрым, еще не факт, что время и случай, хотя на самом деле я верю, что у Бога Бог не страшный, у Него все равно есть время и случай, только здесь следующий стих очень важный, давайте прочтем, мы его уже прочитали, но теперь мы обратимся к нему, потому что следующий стих здесь начинается словами ибо, то есть как бы предыдущий не досказан, если мы опустим то, что говорится дальше, давайте читать дальше, он говорит, ибо человек не знает своего времени, человек не знает своего времени, мы можем планировать, мы можем быть, ну прям поставить себе сроки, и однако же надо признать факт, что человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются во что? В бедственное время. Когда оно неожиданно находит на них. Оказывается, есть время Божье, время и случай. Это имеется в виду благоприятное время. Но есть еще пагубное время. Бедственное время, да? Здесь написано. И человеку великое зло от того, что он очень часто, каким бы он разумным не был, каким бы он мудрым не был, но очень часто его постигает та же участь, что и птиц, и рыб. Для рыб ставится сеть, и рыба попадается в сеть. Для птиц ставятся селки, и птицы попадаются в селки. Он говорит, что очень часто человек не может, какой бы он умный был, каким бы он умным не был, справится с бедственным временем. Что такое бедственное время? Это интересная вещь. Бедственное время. Давайте его разложим просто в практику жизни. Что такое бедственное время? Бедственное время – это когда в твою жизнь вторгаются какие-то вещи, которые вообще не входили в твои планы. Когда ты себе что-то планировал, и ты шел согласно своему плану, как любой храбрый, как любой проворный, как правило, эти люди, ну или мы с вами, когда мы так поступаем, да? Когда мы не сидим на месте, когда мы что-то делаем, мы куда-то стремимся, мы бежим. Мы, как правило, не закладываем в программу своих действий бедственное время. Согласны? Ну, очень редко. Хотя иногда об этом учат, что так нужно делать. Но очень тяжело представить. Представьте Иова. Кто знает Иова? Как вот, например, вот просто подумайте, согласитесь, как, например, мог Иов заложить в своем тайм-менеджменте то время, которое однажды пришло в его жизни, да? Ну, просто это уму непостижимо. Ну, я согласен, что можно, в принципе, знать об этом, что такое возможно, да? И где-то там допускать. Но вот такое, как с Иовом, разве можно представить? Ну, вы скажете, что ну, Иов, это вообще редкий случай, да? Таких мало. Согласен. Авраам. Авраам. Отец всех евреев, да? И прапрапрадед Иисуса Христа. 12 глава Библии, 12 глава Бытия, говорит нам, начинают историю Авраама. Как Бог призвал Авраама и поведал ему о своих планах на его жизнь. Бог приходит к Аврааму и говорит, Авраам, я избрал тебя, ты мне нравишься, собирайся. Тебе предстоит путь в далекую страну, в землю, в которой ты никогда не был, но у меня планы на эту землю, связанные с тобой. Я хочу отдать ее тебе, это будет твоя земля, и вообще от тебя я произведу новый народ, великий народ. И то, какими характеристиками Бог охарактеризовал Аврааму этот народ, это просто сказка какая-то, да? Вы представляете, говорит, этот народ будет благословением для всего мира, для всех народов. Кто проклянет вас, проклятие на них упадет. Кто благословит, и ему благословится. Ну, просто вообще, да? И что происходит? Авраам поверил Богу и пошел. Там даже не написано точно, что он ему сказал, куда именно идти. Но Авраам пошел, послушался. Но проходит время, и мы не видим, что Бог где-то там рядом с Авраамом. У Авраама начинаются интересные времена, когда он приходит туда, ходит по этой земле, непонятно, что там происходит. Потом вдруг снова приходит к нему Бог и говорит, что да, да, снова его ободряет. Ты молодец, вот эту землю, ты угадал с землей. Все. И снова уходит. Это вам что-то напоминает? Это очень часто. Это так жизнь устроена. Это закон, жанра. И в жизни Авраама были тяжелые вообще времена, когда вот так вот Бог уходил и засуха приходила. и нечем было кормить и содержать свое хозяйство. И до того доходило, что приходилось стать гастарбайтером, уезжать в Египет на заработки. А там тоже дела складывались вообще не по плану. До того не по плану, что чуть ли парень не продал жену свою в наложнице. Ну, короче, чуть не сделал ее проституткой, просто для того, чтобы самому не умереть. То есть это страшно, не вмещается в голову. И этот человек для нас отец веры. Смотрите, даже, давайте возьмем Матфея 25 глава. Иисус рассказывает притчу о десяти девах. Помните? Давайте прочтем. Матфея 25. С первого стиха. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, взяв со светильниками, взяв вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Смотрите, Иисус приводит такую глобальную притчу нам оставляет в наследие, которая нас чему-то учит. Чему нас учит эта притча? Мудрости и глупости в вопросе ожидания чего-то. Да? То есть, он говорит, ну, есть девы и есть жених, который должен прийти. И есть как бы пункт А и пункт Б временной. То есть, нужно чего-то дождаться. И вот они ждут. Да? И даже там интересная вещь, что есть мудрые и есть неразумные. И мы как бы думаем, я всегда читал это место и думал, что главный урок этой притчи о мудрости и глупости. что, ну, как бы, вот мудрые поступили правильно, а глупые поступили глупо. Я никогда не замечал, что здесь есть еще один урок о том, что задремали все. Никто ни в планы никого, ни в мудрых, ни в глупых, не входил такой отрезок времени, что нужно столько бодрствовать. Сон свалил и тех, и других. Да? То есть, время сыграло с ними, можно так сказать, подшутило, злую шутку. Вот. Но мудрые выскочили за счет того, что, по крайней мере, делали все правильно. Но человек не знает своего времени. Согласны? Согласны. Смотрите, и экклезиаст говорит, что человек уловляется в бедственное время, когда оно неожиданно находит на него. Теперь, что же нам делать? Какой же вывод сделать? С одной стороны, есть вещи от нас независящие. С другой стороны, мы знаем, что если я не буду стараться в своем, что мне принадлежит, я никогда этого не получу. Смотрите, может быть, кто-то подумает, что ну, какой смысл тогда быть, становиться храбрым, становиться проворным, если время и случай. Ведь мы же знаем, что иногда время и случай достаются вообще людям, которые к этому не имеют отношения, не старались. мы знаем, что пастор проповедовал и он рассказывал статистику, что по статистике те люди, которым досталось, которые выиграли лотерейный билет какой-то, им на голову свалилась неожиданно огромная сумма денег или чего-то. по статистике мировой практически девяносто там девять процентов или девяносто пять этих людей заканчивают очень плохо. И непонятно, то есть, что это было для них вообще. Это добро на них свалилось или, по крайней мере, до этого люди как-то жили нормально, но когда на них свалилось это, они не смогут, не могут справиться, как правило, с этим богатством и заканчивают очень плохо, потому что оно ничем не подпито на это богатство, оно как есть, люди им начинают распоряжаться как им нравится и рано или поздно оно заканчивается. Да? Вот. И поэтому непонятно вообще, это было добро для них или зло. Поэтому сказать, что время и случай для всех их с одной стороны но с другой стороны ну как бы непонятно, зачем такое нужно. Просто те, кто для этого стараются, они по крайней мере знают, как этим управлять. Да? Вот. Теперь смотрите, иллюзия пассивного оптимизма. С одной стороны кажется, давайте ничего не делать, все когда-то придет. С другой стороны мы знаем, что если я ничего не буду делать, навряд ли это в мою жизнь придет. Но если я буду что-то делать, я должен всегда понимать, мы не знаем время и случай. Мы не знаем, когда это придет и что на пути к этому нам нужно будет пережить. Да? Если вы внимательно почитаете Библию да и вообще оглянетесь вокруг, жизнь полна примеров, когда люди не справлялись просто с какими-то вещами, которые не планировали, которые приходили в их жизнь нечаянно, нежданно, негаданно. Да? Но Библия учит нас, что христианство это должно быть самое стойкое племя на земле, скажем так. Мы как народ, мы должны быть самыми стойкими. И мы знаем, что христианство вообще на земле появилось каким образом? Оно прошло через жестокие гонения, через жестокий огонь, но оно выжило. Да? И никогда христиане, когда образовались, им невозможно было представить, что таким образом все будет. Иисус уходит с земли, они у Него спрашивают, ученики, Господь, когда, что, ну, ты вот объясни нам, нам ничего не понятно. Когда, что, когда ты вернешься, что будет? Он им говорит, все, не ваше время знать. Злую шутку с нами всегда играет что? Время. То, что мы строим свои планы и мы абсолютно не закладываем ничего на бедствие. Не думайте только, пожалуйста, что я хочу так всех сегодня в такой мрак окунуть, что все плохо, готовьтесь, лучше не будет. Нет, лучше будет, но будет только, если ты будешь готов ко всему. Аминь? Вот. И действительно, если ты хочешь быть проворным, есть действие, а есть противодействие. ты будешь идти вперед, но обязательно будет какая-то сила, которая будет противостоять тебе. Ну, это просто даже на физических законах понятно. непонятно. Но просто мы иногда все это списываем на Бога. Думаем, Господь, все будет как будет. Мы знаем, что все будет хорошо. Мы в этом правы, но просто мы не даем себе порой отчета в том, чего нам будет это стоить. Давайте еще раз прочитаем то, что написано у Экклезиаста. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неуразумных богатства, и неискусным благо расположения, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Все, что приходит в нашу жизнь неожиданно, мы должны быть к этому готовы. Аминь? Вот. Смотрите, какую вещь. Давайте откроем послание римлянам 10-ю главу. Еще одно интересное место. Мы сейчас его соотнесем сюда. Римлянам 10-я глава с 5-го стиха. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести, или кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. праведность от веры запрещает говорить в своем сердце. Кто взойдет на небо, то из Христа свести, или кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести. Вот как это понять? Я очень долго над этим думал. Я помню, когда стал верующим, когда стал читать только Библию, я всегда читал это место, и оно меня ставило в тупик. Я не понимал, что здесь имеется в виду. И наверное только, мне кажется, просто, когда я что-то прожил, что-то пережил и столкнулся с непониманием внутри себя каких-то вещей в жизни, до меня начало доходить. Я потом подумал, как странно, почему я сразу этого не понял. Может быть, вы этого понимаете. Вы скажите, смотрите, мы здесь приводится в пример закон Моисея. Это Ветхий Завет, где говорилось о том, что ты сделал хорошее дело, ты молодец, ты получишь за это награду. Если ты сделал плохое дело, тебе не на чего надеяться. Но здесь написано, что праведность от веры. Пришел Иисус Христос и принес другой закон, в котором все по-другому. Праведность от веры запрещает нам говорить, кто взойдет на небо. Что это значит, кто взойдет на небо? То есть, когда мы так говорим, мы как бы Христа пытаемся свести. Но получается Христос уже пришел. Вы знаете о том, Христос пришел на землю? Христос пришел, умер и воскрес. Зачем же человеку говорить, кто взойдет на небо? Но Писание не может ошибаться. Оно говорит о том, что это проблема человека. Мы склонны так говорить. Это наша проблема. И если мы хотим иметь настоящую пользу от Христа, мы не имеем права себе допускать такую мысль. В чем заключается опасность этой мысли? Мы сомневаемся, что Христос приходил и все сделал и доделал всю работу до конца в моей жизни. Нам легко согласиться с тем фактом, что Христос приходил на землю. Ну, он умер за людей, мы знаем это, но когда я сталкиваюсь с своими проблемами, своими трудностями, мне кажется, что Господь, что-то не хватает, чего-то ты не доделал, вот нужно, чтобы еще что-то произошло. Замечали такое в своей жизни? я очень часто этим грешил, до тех пор, пока этого не понял. Мне казалось, что Господь, или все такие классные, но я такой особенный, ну, такой, знаете, идиот, когда я знаю Библию уже тысячу раз, и я знаю, как надо делать, а вот я беру и не делаю, и мне кажется, что, ну, Боже, ну, что делать со мной? Ну, просто таких вообще, таких, я не знаю, и это все, вот эта мысль, подожди, надо, чтобы еще кто-то что-то сделал, то есть, Господь, ну, сделай что-то уже в моей жизни, вам знакома эта мысль? Ну, сделай, и это получается, мы хотим, чтобы кто-то или что-то произошло, чтобы для нас Христос пришел и что-то сделал в нашей жизни, кто взойдет на небо, то есть, мы хотим как будто Христа свести, то есть, нам нужно еще, чтобы кто-то сделал этот путь, который он уже прошел, мы не верим лично в своей жизни, лично в своих проблемах, лично в своем бедственном времени, что не надо ничего больше, ты не какой-то особенный, нет, ты, конечно, особенный, но в этом случае ты нормальный человек, и Бог все контролирует в своей жизни, и ничего страшного не происходит, если нужно ждать, просто запасись терпением и жди, но продолжай делать свое дело, продолжай верить, аминь, вторая мысль, тоже опасная, которую он запрещает, говорит, и не говори в сердце своем, кто сойдет в бездну, чтобы Христа из мертвых возвести, вот тут вообще все запуталось в моей жизни, когда я так думал, думаю, что это такое, вторая проблема, первая проблема, смотрите, которую мы уже сказали, давайте так ее определим, первая проблема, это когда я не верю, что Бог для меня уже все сделал, для любой моей жизненной ситуации, для любой моей победы, Он все обеспечил, согласны? Вторая проблема, это когда мне кажется, что я не могу себя простить, смотрите, то, что Христос пришел с неба, это что значит? Для чего Он пришел? Чтобы умереть за нас и искупить, и то, что Он пришел и спустился, это обозначает то, что Он нас искупил, Он заплатил за наши грехи, а то, что Он потом, когда Он умер, Он оказался в бездне, он умер как бы как грешник, Он умер за грехи, и Он как грешник отправился в ад, Библия говорит, и уже из ада Он воскрес, потому что смерть не могла Его удержать, потому что потом выяснилось правосудие, восторжествовало, что Он заплатил за чужие грехи, сам Он не грешил, поэтому смерть не имеет права Его держать, и ад Его отпустил, Бог воскресил Его из мертвых, это символизирует оправдание, то есть ад это как места заключения, как тюрьма, да, то есть если ты наказан, а Он принял чужое наказание, поэтому Он отправился в места лишения свободы, но так как Он не сделал ничего сам, Он воскрес, Бог воскресил Его из мертвых, это символ, прообраз оправдания, вот, и смотрите, здесь Библия нам запрещает, что делать, верить, ну, думать, что нужно, чтобы Христос еще что-то сделал для нас, как будто Он еще не все сделал, да, это в плане искупления, то есть кто-то должен заплатить за наши грехи, второй момент, не нужно нам другого оправдания, чем то, что мы имеем, не нужно никому спускаться, не нужно никого наказывать, мы очень часто не можем себя простить за что-то, мы очень часто себя виним настолько, что нам кажется, что ну, должен еще раз Христос воскреснуть, чтобы оправдать, чтобы оправдание пришло в мою жизнь, не нужно этого, потому что спасение, воскресение Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, оно обеспечивает все, и какое бы бедственное время ты не проходил, как бы ты не сражался, и какой бы ты молодец ни был, я хочу сказать, что мы все, вы все, вы молодцы, и даже если ты здесь неверующий человек, и ты зашел сюда первый раз, и ты скажешь, ну, наверное, это меня не касается, а я тебе скажу, подожди, стоп, тебя это тоже касается, потому что Библия говорит в Иоанна 3 главе, что Бог примирил с Собою мир, всех, и даже если ты неверующий, ты просто об этом еще не знаешь, просто кто-то удержал от тебя информацию, может быть время еще не нашло, но на самом деле ты тоже так же искуплен, и тебе так же принадлежит то, что принадлежит всем нам, потому что мы об этом уже знаем, а даже если мы знаем, многие все равно грешат тем, что ведут себя так, как написано, что в сердце допускают эту мысль, вот, поэтому не важно, кто ты есть, смотрите, ты можешь быть здесь неверующим, и просто не знать о том, что ты имеешь, а ты можешь быть здесь верующим, и знать о том, но не до конца верить или сомневаться, и то же самое, в этот момент буксовать в своей праведности, ну, не в своей праведности, у нас нет своей праведности, да, но когда мы за нее сражаемся, и мы за нее верим, это уже наша как бы праведность, то есть я могу сказать, что это моя праведность, Христос, да, когда я в Него верю, да, и там дальше написано, просто я специально остановился, не дочитал, но близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, слово веры, которое проповедуем, получается, ты просто должен в своем сердце не сомневаться, а устами исповедовать всегда смело, это старые прописные истины, которые многие знают, да, но однако же писание не меняется, и получается, что вспомним Соломона, который сказал, что человеку бедственное время, это великое зло, и он уловляется в него уловляется, мы очень часто уловляемся, и уловляемся мы где? Вот здесь, в сердце своем, и мы начинаем языком своим говорить все, что попало, на Бога, делиться с близкими, мы, оказывается, не имеем на это права просто, это не вопрос выбора, я могу сегодня сказать то или то, у меня уже здесь нет выбора, я должен говорить только истину, это может быть, тебе могут не поверить, тебя могут неправильно воспринять, но, но это истина, аминь, истина заключается в том, что не вопрос того, что я сделал, я старался, и не важно, с чем я столкнулся, да, я, может быть, спасовал, да, я, может быть, натворил косяков, но Христу не надо приходить снова за меня, искуплять меня, не надо, не надо, чтобы кто-то снова что-то там достучался до небес или что-то, да, все, уже все есть, и не надо обвинять себя, не надо загонять себя в ад, не надо себе вот эти вот устраивать козни, потому что есть воскресение Иисуса Христа, и это оправдание, Он воскрес, все, ты оправдан, аминь, если мы забываем эти вещи, нам тяжело будет справиться с какими бы то ни было трудностями в своей жизни, с бедственным временем, потому что мы не знаем времени, мы не знаем когда или что придет в нашу жизнь, то, что Бог предназначил, но Бог нас учит, и я всегда задумывался над этим, думаю, почему Бог, ты хочешь, чтобы мы терпели, зачем Богу нравится, чтобы люди терпели, потому что написано терпением вашим, спасайте души ваши, вот терпение неотъемлемая часть становления личности христианина, да, это же все опять протекает от времени, ты чего-то ждешь, и поэтому ты терпишь, я не знаю, почему это происходит, наверное, просто иначе, если бы так не происходило, мы никогда бы, наверное, не догадались и не познали того, что Христос сделал для нас, просто одно дело это просто знать, а одно дело научиться это применять, я когда только покаялся, когда только пришел к Богу и начал узнавать многие вещи о том, что спасение, оно даруется по вере, я первое время жил, просто летал на крыльях, но потом стал сталкиваться с какими-то трудностями, я начал замечать, как крылья мои начинают опускаться, опускаться, опускаться и дошло до того, что я настолько перестал себя уважать, я себя никогда даже неверующим настолько себя не уважал, и я понял, что сначала я думал, что это мой крест, а потом я понял, что это та дилемма, которую нужно решить, и ее решить без Бога невозможно, написано, что Бог всех заключает в непослушании, чтобы всех помиловать, вот поэтому не существует разницы, большой ты грешник или маленький, да, как кто-то говорит, что я никого не убивал, плохого ничего не делал, подожди, стань верующим, и ты поймешь, какой ты плохой грешник, потому что я говорю, я настолько себя никогда не уважал, я начал завидовать иногда каким-то наркоманом, который мне казалось, ну думаю, вот люди вообще, которые в жизни настолько нагрешили, но пришли к Богу, и у них все хорошо, но я же не знаю, что у них происходит в жизни, мне кажется, у них все хорошо, ну, они по крайней мере идут за Богом, а я тут столько всего напорол, а оказывается, это просто моя гордость, которую нужно было смирить, и просто смириться мне пред Богом, аминь, я не знаю, насколько до вас дошло, то, что я пытался сказать, но есть две вещи, это наше упорство, которое мы делаем, и без которого ничего не получится, да, но есть то, что все зависит от Бога, и мы должны это признать, и не нужно ничего нового, все уже сделано Богом, все зависит от Бога, но не в том смысле, что когда-то что-то будет от Бога, а все уже есть, аминь, вот, я предлагаю нам молиться просто об этом, дорогой Господь, слава тебе Иисус, Боже, благодарим тебя за это время, за чудесные и разные времена в нашей жизни, Боже, спасибо тебе за все, с чем мы столкнулись в жизни, за все то злое, которое нам казалось злым, то, что нам приходилось пройти, Боже, на самом деле, во всем этом, мы не заметили тебя, мы не заметили твои уроки, которые ты хотел нам преподать, то, чему ты хотел нас научить, мы знаем, что мы настолько дороги для тебя, что ты искупил нас, отдав самую дорогую цену, Боже, спасибо тебе за это, и не дай нам, Господь, никогда уничижать эту цену, уничижать эту жертву, которую ты отдал, в ней настолько много для нас, и ее хватит, для того, чтобы преодолеть любые трудности, пережить любое бедственное время, пережить любое неожиданное и нежданное, с чем мы сталкиваемся, Боже, я прошу тебя, учи нас через эти истины жить и применять твое спасение, учи нас применять ту жертву, Библия говорит, что есть вещи, при которых Христос может потерять для тебя какую-либо пользу, не иметь никакой пользы в твоей жизни и не существует никаких условий для того, чтобы это произошло, кроме того, чтобы самому попасться на это внутри своего сердца и начать грешить своими устами. Боже, убереги нас от этого, дай нам мудрость быть перед тобой всегда смиренными. О, Господь, во имя Иисусе, я прошу за твой народ и за каждого человека на этом месте, Боже, позволь каждому человеку столкнуться сегодня и посмотреть истины твоей прямо в глаза и признать, что это истина, ее ничто не может опровергнуть и что нет никаких преград для человека к Богу, кроме тех, которые мы можем поставить только в себе своим и верить. Дорогой Господь, пусть на этом месте я прошу тебя, царствую твое спасение. Боже, пусть оно сегодня воцарится здесь. И все враги, и все, что враждует с твоим спасением, любые сомнения, любой грех, они просто потеряют сегодня здесь силу. Во имя Иисуса, Господь, я прошу тебя, пусть твое оправдание и сила твоего искупления, они прокатятся по этому залу, победоносно, сокрушая все на своем пути. Боже, пусть твой народ, он облечется в силу, для того, чтобы пройти все и устоять. Я верю, что это самый сильный народ в потенциале на этой земле. народ, который ничего не может остановить, народ, которому по силам все. Если Библия говорит, что власть, смерть и жизнь, они находятся во власти языка, а сердце есть источники жизни. Боже, пусть наше сердце всегда будет полно этого источника жизни, этой истины, во власти нашего языка всегда будет только жизнь. Во имя Иисуса, Боже, благодарим Тебя. Дух Святой, я прошу Тебя, донеси это слово до каждого человека. Пусть никто не уйдет отсюда сегодня с вопросами, но пусть он уйдет с ответом, с решением, с правильным выбором. Халлилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за это. Благодарим Тебя за Твое слово, которое полно силы, которое полно свободы, которое полно искупления, которое полно жизни и оправдания. Халлилуйя. Спасибо Тебе, Господи. Превозносим Тебя славы. Халлилуйя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok